Из ментиляции мы начали проверять, начали, тут было еще дырочка и так. Сказали сделать, оно тут закрыто, мы закрыли, оно не тянет. На новую квартиру Людмила Байдовская копила не один год. Мечтала побыстрее переехать из старого фонда у женщины астма в здоровую атмосферу. Фоминат 12, новый дом, почти в центре города, с благоустройством. Все жильцы были уверены, новоселье вряд ли что-то сможет омрачить. Плесень начала появляться почти сразу, за всеми закрытыми поверхностями. Когда начали искать причину, обнаружили, что в подвале вода по щиколотку стоит уже не один месяц. Квартира-то как раз вот над этим болотом. Все равно это ненормально, это будет влиять все на фундамент. В целом, то есть это разрушительные процессы. Представитель застройщика, как только узнал о долгосрочной аварии, принялся потом устранять. Но локально, а не источник. Высотка оказалась проблемной не только снизу, но и сверху. Игорь для своей семьи выбрал 16-й этаж с панорамой на город. Позже понял, что за вид придется платить холодными батареями. Теплыми они бывают только при определенных манипуляциях. Вот так происходит по 4-5 раз в сутки. Батареи остывают, 5-6 часов и батарея ледяна. Говорят, сейчас уже и пожаловаться некому. Сантехник, электрик, которые обслуживали дом, уволились. А избранный председатель товарищества собственников, кстати, он и принимал дом, давно не на связи. Сейчас дом фактически не обслуживается. Люди уже начали поиск организации, готовые взять их на баланс. Уверены, это будет непросто, но дому нет и года. Пример приводит идеально ухоженные столетние дома в историческом центре. Не только в Бресте, такие районы – визитная карточка многих белорусских городов. Особенно, если за ней правильно следят. Нам сделали подвальчики, сделали ступенчики, очень аккуратненько ходили, сделали навес, чтобы там не заливало. Капитальный ремонт в доме на Поплавского в Гродно сделали еще два года назад. Но выглядит, как будто закончили только вчера. В подъезде новые полы, окна, двери, почтовые ящики, даже коврики у входа и график дежурства. За порядком следят сами жильцы. Дома уже больше ста лет, и железная дисциплина, говорят, здесь была всегда. Мы сохраняем, потому что знаем, что это большие средства идут на это. И люди у нас какие-то, сознательно аккуратные, у нас нет такого, чтобы ломали, чтобы писали, чтобы что-то делали. Часть ремонта взяли на себя жильцы. Самые сложные работы – коммунальщики. Заменили крышу, окна, укрепили балконы и сняли старую штукатурку со стен. Открыли историческую кирпичную кладку. Обошлось дороже, ведь каждый шов пришлось восстанавливать, но люди настояли. Также поступили и с домами по соседству. Навели порядок и во дворах. Разбили клумбы и уложили дорожки. Таких домов в центре города больше 400. Содержать их недешево и хлопотно, но, как практика показывает, возможно. Для того, чтобы провести текущий ремонт, согласование как таковое не требуется для исторической части города. Для проведения капитального ремонта, естественно, необходимо провести согласование с архитектурой городской и с Министерством культуры Республики Беларусь. Для того, чтобы жилой фонд, само здание должно остаться в том виде, в котором оно было построено. В Бресте надеются, что и для них найдутся правильные специалисты. А пока ведут диалог с застройщиком, восьмым Брестским трестом. Жилье многоэтажки продавали как элитное. Квадратный метр – один из самых дорогих в городе. 16-этажный монолитный дом обещали будет со всеми удобствами. Парковкой на почти 100 мест и детской площадкой. Но все пока так и осталось на бумаге. Финансовое положение представляет желать лучшего. Как только мы смогли бы продать квартиры, тогда эти деньги можем пустить на завершение строительства. Но здесь есть еще вопрос в том, что ввиду того, что у нашего общества треста восьмого большая кредиторская задолженность, часть имущества арестована отделом предъявительного исполнения. И в случае реализации по данному объекту квартир, деньги фактически пойдут нашим кредиторам. Все недоделки, что не требует больших затрат, застройщик обещает устранить. Что касается дополнительных опций, благоустройство откладывается на потом. Более благоприятный период, по крайней мере, так указано во всех письменных ответах жильца, которые надеются хотя бы на то, что дом высушат к зиме. Ирина Никитина, Надежда Завиновская, Игорь Хвечень, Александр Бажуков. Наши новости ОНТ.